На оборонно-промышленный комплекс страны в республике ориентируются немало предприятий. Недавно в Чебоксарах начали производить специальные изделия для подводных лодок. Инновационный цех оборудовали на базе завода имени Чапаева. На самом деле вы видите, что многое делается в Российской Федерации для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны. Есть федеральная программа развития оборонно-промышленного комплекса до 2020 года. На днях президент России Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, проводил с членами правительства совещание и поставил стратегическую задачу, чтобы в первом полугодии 2017 года утвердить новую программу и оснастить вооруженные силы Российской Федерации, военно-морской флот Российской Федерации новым современным оружием. Поставлены большие амбициозные задачи и цели. И эти цели и задачи требуют высокого профессионализма и ответственности от руководителей коллективов предприятий. Особенно в наше современное нелегкое время. Именно поэтому запуск этого пускового комплекса сегодня – это важное событие для всех нас. После нажатия символической красной кнопки новая линия начинает свою работу. Первые образцы пластин презентуют почетным гостям. Этот материал наносят на корпуса подводных лодок определенного класса. Из этой резиновой смеси делают все полностью. На прессах вулканизуются. Там детали, мячи, галоши для галоши делаем. Для тех пластинок, откуда больше всех тепловых пластинок работаем. На втором этаже там находится резиновый смеситель нового поколения. Это совершенно новая технология резины. Мы там закидываем материалы, составители эти, потом ингредиенты всякие. Там процесс смешения происходит. На Чебоксарском заводе наладили выпуск инновационных покрытий с уменьшенной массой. Такие пластины, говорят специалисты, позволяют поглотить сигналы высокого диапазона. Раньше подобный материал приходилось закупать за рубежом. Новые рецептуры резиновых смесей разработали в научном институте имени академика Крылова. Производственные мощности сегодня возрастают до 2500 тонн резины различных марок в год. И хочется отметить, что на данном оборудовании мы можем производить не только продукции оборонного назначения, а также широкий спектр товаров народного потребления. География поставок нашего предприятия очень велика. В свое время мы поставляли продукцию, в том числе и резиновые наши известные мячики, в 11 стран мира. И сегодня стоит задача расширить географию этих поставок. На Чебоксарском заводе имени Чапаева сейчас готовы полностью обеспечить потребности российской отрасли судостроения. В перспективе на предприятии будет налажен выпуск и других импортозамечающих продуктов. На сегодняшний день активно идет разработка новых каучуков, которые должны прийти на замену импортных, поставляемых сегодня в Россию. Поэтому работа в этом направлении активно проводится с отраслевыми институтами, разработчиками резины. Это известные институты НИИМИ, город Санкт-Петербург, институт Крылова, город Санкт-Петербург. Поэтому в этом направлении идет очень активная работа. Я думаю, результаты скоро не заставят себя ждать. В Министерстве экономического развития республики предполагают, что количество инновационных разработок в ближайшие годы увеличится. Мы по итогам 2015 года завоевали 5-е место по Российской Федерации по инновационной активности предприятий. Понятно, что сегодня без внедрения новой технологии, без инновационной технологии мы не сможем конкурировать их. И это понимает руководитель организации. Поэтому закупается новая технология, закупается технологическая оборудование выполнения этой продукции. Ведутся серьезные разработки. Ведутся разработки с научными институтами, с вузами страны для того, чтобы быть конкурентоспособными, быть лучшими по отношению к и европейскому, и американскому нашему конкуренту. Эти позиции в республике намерены сохранить. На местное ноу-хау прогнозируют эксперты, спрос будет увеличиваться и дальше. Удовлетворить его чувашские предприятия готовы. Субтитры создавал DimaTorzok